Приветствую вас, прочитал ваш текст. Обычно я разбираю его, текст, разбираю его подробно, но ваш текст, конечно, разбирать подробно не имеет смысла, просто потому что он очень большой. Вот, я, пожалуй, ограничусь тем, что, значит, ну, я ограничусь тем, что дам характеристику того, что вы написали. Что можно посоветовать вам? Вам можно посоветовать, значит, перестать идеализировать любовь. Это первое. Хотя я и понимаю, в общем, что это сложно, вот, понимаю, что это невозможно. Для вас, как для творческой личности, скорее всего. Но, тем не менее, любовь разменьшать вам, как минимум, стоит. Это первое. Второе. Перестать демонизировать секс, то есть, абсолютно любой секс перестать демонизировать. И перестать считать его чем-то грязным, чем-то ужасным, чем-то неправильным, чем-то плохим. в целом, то есть, нужно, нужно разбираться в каждом конкретном случае, что есть секс для вас. Вот. Понимаете? Какой момент. По большому счёту, по большому счёту, вы предъявляете претензии женщине, да, вашей, за то, что она оправдывает, значит, свои поступки, да, свои действия, свои потребности, она оправдывает их, вот, и так далее, по большому счёту. По большому счёту, эта ситуация именно такая. Вы, значит, как бы обвиняете её в этом. Вы обвиняете её в том, что она оправдывает себя. Но, при этом, вы не замечаете сами того, что вы предъявляете претензии ей, но, как бы, сами привязались к ней же. То есть, по сути, весь ваш текст, это попытка, попытка как-то рационализировать, рационализировать, значит, привязанную свою к ней. Убрать её привязанность, точнее, убрать свою привязанность к ней, к ней, вот. Понимаете? Вот по сути, по сути, это то, что вы делаете. Вот. По сути, это то, чем вы занимаетесь. Вот. И, думается мне, что все ваши претензии, все ваши возмущения, все ваши обиды, это, по сути, ваша привязанность к этой женщине. Причём, привязанность в интернете, в интернете, вот. И, соответственно, соответственно, если мы говорим о привязке вашей, о вашей привязанности, если мы говорим, вот. Что, соответственно, нужно говорить о том, что эта привязанность чем-то обусловлена. Вот. И не более того. То есть, ваша привязанность обусловлена вашими потребностями. Например, по какой причине вы ищете девочку в интернете, по какой причине вы ведёте с ней такие разговоры, по какой причине вы откровенно допрашиваете её достаточно, ну, достаточно сильно, достаточно настойчиво. Вот. И так далее. То есть, всё это, всё это ваше желание, всё это ваши потребности, всё это ваши метания, ваши какие-то, может быть, сомнения, переживания, комплексы и так далее, и так далее. Вот. И всё, что вы пишете про статьи и про всё, это не более чем рационализация. Вы достаточно хорошо развиты на интеллектуальном уровне. Вот. Вы достаточно хорошо развиты умственно. Но с чувствами, мне кажется, у вас есть беда. По крайней мере, у меня такое ощущение, что вы владеете ими и отдаёте себе отсчёт в них не так хорошо, как могло бы быть. Вот. И подобная причина, конечно, кроется у вас в детстве, безусловно. Вот. Мне думается, что это и есть первопричина, первопричина тех вещей, которые с вами происходят. И, соответственно, рекомендация моя будет именно такая. То есть, работать над собой, разбирать свои ощущения, свои чувства. Работать над причинами привязанности и так далее. Дальше. 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 Что касается вашей женщины. Что касается вашей женщины. То это обычный классический пример того, как у человека отсутствует самооценка, отсутствует потребность что-то делать для себя. отсутствует личные границы, отсутствует воля, своё мнение. Это классический пример того, как человек боится, значит, остаться один. Это классический пример того, как человек, являясь неполным, значит, неполным самим по себе, пытается за счёт других, значит, получить то, что у них нет. Её история с мужем – это классическая история. Её история с мужем – это история попытки завладеть отцовской любовью. Её история с мужем – это, по сути, история о том, как она пытается добиться того, чтобы её отец её полюбил. Но мужчина – это, конечно, не отец, и это понятно, что мужчина – это не отец. Но несмотря на то, что мужчина – это не отец, в нём она видит отца. И это, пожалуй, значит, самое главное – это всё ещё ребёнок, который не вырос, который не стал, значит, взрослым, который так и не стал зрелым. Но это ребёнок во взрослом теле, это ребёнок, значит, это ребёнок в теле взрослой женщины, это ребёнок, который не завершил стадию электро, электральную стадию. То есть стадию попытки завладать любовь отца. И отсюда все её сексуальное извращение. Вот задумывались ли вы когда-нибудь на тему того, что есть сексуальное извращение? Вот. Задумывались ли вы об этом? И думается мне, что не совсем. Так вот, чем отличается… Чем отличается извращение от секса? Чем отличается извращение от, значит, ну, от занятия любовью, например? Извращение, по сути, по сути, это не свободное поведение. Когда человек хочет, занимается этим. Не хочет, не занимается. То есть нет, извращение, когда человек хочет, заниматься, занимается. И не хочет заниматься, тоже занимается. Когда он, как бы, как бы чувствует, чувствует постоянную потребность в том, ну, значит, чтобы… делать это. То есть, как бы голос, голос родителей заставляет её стремиться к этому. И человек удовольствия, естественно, никакого не получает. От того, что, значит, происходит, от того, что, ну, от того, что делается и так далее. А, соответственно, значит, соответственно, любовь, да, любовь – это, естественно, полная свобода, когда человек делает только то, что он хочет. Вот. И всё. Поэтому, я думаю, что, как только вы поймёте данный аспект, вот, как только вы поймёте данный момент, то… Вам станет легче воспринимать эту женщину. Вот. Понимаете? Как, эм. Какая история. Вот. Я думаю, что вот так вот можно охарактеризовать ее психологический портрет. Ну, как вы говорите, вот, соответственно, то, что я могу вам ответить на ваш текст. Доходите ли вы работать, не доходите ли вы работать, это уже ваше право, вот, но, тем не менее, думать мне, что для того, чтобы ситуацию исправить, да, вам необходимо все же, все же будет что-то себе поменять. Хотя бы, хотя бы, хотя бы, в том контексте, да, в том ключе, чтобы вы были, ну, более, более свободным в своем поведении, в выборе женщин и так далее. Вот, чтобы вы были более свободны в своем отношении к ним и не стремились, не стремились бы, там, обсуждать, допытывать и так далее. А наоборот, принимать. По сути, именно то, что вы ее не принимаете сейчас, такой, какая она есть, говорит о том, что у вас к ней чисто привязанность, а не любовь. Вот. Понимаете? Какой аспект. Понятно, что про любовь вы не говорили, но тем не менее. И с привязанностью нужно работать. Вот. Ну, по моему, по моему мнению. По моему мнению. Вот. На этом все. На этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.